МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И все же вопросов в этом процессе до сих пор возникает очень много. Что волнует представителей депутатского корпуса и о чем пекутся отечественные предприниматели, поговорим в очередном выпуске программы «Бизнес и закон». Я Константин Харламов. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Большая распродажа. В каких объектах заинтересованы крупные иностранные компании? Как бы не продешевить с ценами на акции «Казахтелекома» и «Казатампрома» все еще не определились? Разве такая корова не нужна самому? Приватизация некоторых объектов вызывает много не совсем удобных вопросов. Что мы теряем, что находим? Никто конкретно ничего не говорит. Какие правила? Какие результаты? Ну, можете вы сказать, в конце концов? Вы же все обтекаемо говорите. Народ ни хрена ничего не поймет. По словам Тимура Сулейминова, общая цена продажи топовых объектов за прошлый год составила 61 миллиард тенге, что на 20% больше их балансовой стоимости. Вырученные деньги пойдут на пополнение Национального фонда страны. Подробности доклада министра на правчасти в нашем следующем материале. На продажу был запланирован 21 объект, в том числе 19 объектов нацхолдингов и два объекта республиканской собственности. Из них в настоящее время продано 14,7 объектов, перенесены в периметр IPO, проинформировал глава Министерства национальной экономики Республики Казахстан, добавив, что по квази-государственному сектору запланированы к приватизации 9 компаний. Не прочь купить указанные активы крупные транснациональные компании с опытом в соответствующих сферах. Реализация топовых компаний осуществляется путем привлечения стратегических инвесторов или путем вывода на фондовый рынок через механизмы IPO. Продажа объектов осуществляется при условии соблюдения определенных требований, позволяющих повысить конкуренцию, качество продукции и возложить на инвестора социальные обязательства, а также обязательства по внедрению новых технологий и так далее. Важно отметить, что перед нами не стоит задача продать крупные активы быстро. Такая цель ставится только в отношении небольших объектов. Мы смотрим, конечно, на рыночную конъюнктуру и стремимся максимизировать вырученные от приватизации крупных активов средства. В свою очередь депутаты поинтересовались сроками выведения на IPO акций группы компаний акционерного общества «Самрук Казна» из числа топовых объектов. Оказалось, что «Казахтелеком», «Казатопром» и «Эрастана» будут выведены на IPO в текущем году, но со сроками и ценами на их акции пока не определились. Что касается «Казмонайгаз», «Самрук Энерго», «Казпочта» и «КТЖ», то они ждут своей очереди. «В отношении компании «Казмонайгаз», «Самрук Энерго», «Казпочта» и «КТЖ» ведётся работа по определению ключевых параметров возможных IPO, SPO, которые планируется провести в 2019-2020 годах. Одной из целей IPO является развитие внутреннего рынка акционерного капитала страны и обеспечение его ликвидности, и поэтому приоритетным вариантом является размещение акций национальных компаний на площадке Международного финансового центра «Астана». При этом рассматривается вариант одновременного листинга на зарубежных площадках в виде депозитарных расписок, что позволит обеспечить дополнительную ликвидность, а также повысить привлекательность акций среди иностранных инвесторов. В целом, по словам министра нацэкономики, 2017 год характеризуется хорошими результатами в вопросах приватизации. Из государственного сектора были выведены 546 организаций, в том числе 190 проданных и 162 организации, подлежащих ликвидации в рамках программы приватизации, а также 194 организации, ликвидируемые в рамках инвентаризации подведомственных организаций государственных органов. В реализацию данных поручений Министерством национальной экономики РК создана рабочая группа с участием представителей государственных и местных исполнительных органов Национальной палаты предпринимателей Атемике для проведения полной инвентаризации подведомственных организаций государственных органов. Доклад прочитан. Показатели по словам министра хорошие, казалось бы, работа идет и беспокоиться не о чем. Но у депутатов возникло немало вопросов. К слову сказать, вопросы оказались не самыми удобными. Какие именно, расскажем прямо сейчас. В частности, у депутата Мурата Тимиржанова возник вопрос о приватизации компании КАЗ Агрофинанс, которую запланировано осуществить уже в декабре этого года. Почему именно эту компанию с успешной историей? К чему такая спешка? На этом вопросы не заканчиваются. При получении займов в этой структуре многими сельхозтоваропроизводителями, крестьянскими и фермерскими хозяйствами закладывали залог земельные участки, сельскохозяйственное назначение. Сегодня, подчеркиваю, у КАЗ Агрофинанс в залоге находится более 1 миллиона 200 тысяч гектар земли, а общий судный портфель на сегодня составляет 237 миллиардов тенге, как уже отметил мой коллега депутат Собельянов. И в том числе задолженность КАЗ Агрофинанса перед НАСФОНДом по инвестпроектам 72,5 миллиардов тенге, которые необходимо возвращать. Общая стоимость залогового имущества у КАЗ Агрофинанс оценивается порядка в 130 миллиардов тенге. Под управлением находятся весьма немалые, то есть народные средства. Не получится ли так, что право распоряжаться этими средствами, землей и иными залоговыми имуществом мы передадим частнику, не исключено что иностранному, который никаким образом не будет подотчетен правительству. Сейчас до 80% сельскохозяйственной техники в Казахстане закупаются при помощи финансирования КАЗ Агрофинанса. Компания выступает оператором государственных средств, предлагая льготные условия отечественным аграриям. И не факт, что эти самые приемлемые условия останутся и после приватизации, уверены депутаты. Процесс обновления техники может вовсе заглохнуть, хотя государственная программа предполагает ежегодное обновление сельхозтехники в стране минимум на 3%. Учитывая очень значительное удорожание сельскохозяйственной техники, отечественные фермеры сегодня не имеют возможности обновлять свой парк на рыночных условиях, а среднегодовая обновляемость парка и так всего 1,5-2%. Вы действительно думаете, что приватизация КАО «Казаграфинанс» решит эту проблему? В общем, по мнению депутатов, с приватизацией компании «Казаграфинанс» кто-то явно торопится. При этом гарантии того, что условия даже тех кредитов, которые казахстанские сельхозтоваропроизводители уже взяли в компании, не изменятся, никто дать не может. Да и судьба земельных участков, коих у «Казаграфинанса» в залоге более 1,2 млн гектаров, вызывает опасения. Я не думаю, что если частный собственник придёт, то он будет смотреть долго и терпеть. Он начнёт просто эти земли изымать и тоже продавать. У него самое главное – получить прибыль, обеспечить прибыльность объекта, который он копит. То есть здесь и вопрос есть. Смотрите, пожалуйста, ещё и ещё раз надо взвесить. Не зря возникает озабоченность по этому вопросу. Впрочем, судьбой не только «Казаграфинанса», а беспокойные народные избранники. По ещё одному объекту приватизации – «Жилстройсбербанку» – возник целый список вопросов. Таких как, какова основная цель приватизации данного объекта, что будет с льготными ставками при новом владельце, сохранит ли банк своё участие в государственных программах, ну и не отменит ли новый инвестор выплату существующих премий для вкладчиков банка, которых на данный момент насчитывается более миллиона. Все условия, которые сейчас у нас в рамках Норлежер предусмотрены, одним из ключевых инструментов реализации программы как раз ЖСБК является, все эти условия сохраняются. То есть и будет и государственная премия выплачиваться 20%, и все остальные условия не поменяются. Единственное, что меняется, вместо владельца в лице холдинга «Байтирек» будет стратегический инвестор. Но как инструмент, то есть содержательно, его роль в реализации задач, которые стоят перед нами, не поменяется. Если банк, как вы знаете, регулируется законом о жилищно-строительных сбережениях, то все выплаты по премиям и льготные ставки, они также останутся на своем месте. Что мы ожидаем от приватизации? Мы ожидаем привлечь стратегического партнёра, который даст свой ноу-хау. Сейчас они объясняют, что стратегического партнёра приведут. Что мы выиграем? Если этот партнёр придёт, стратегический управляющий, он же будет свои диктовать за те вклады, которые он вложил в этот банк. У него свои правила будут. Какие у него правила будут? Что мы ему разрешаем? Что мы теряем, что находим? Никто конкретно ничего не говорит. Какие правила? Какие результаты? Ну, можете вы сказать, в конце концов? Вы же всё обтекаемо говорите, народ ни хрена ничего не поймёт. Казагра Финанс Обсудить тему сегодняшней программы мы приглашали руководство компании Казагра Финанс. Отправили официальный запрос, который в итоге фактически оказался проигнорированным. По словам представителя компании, председатель правления Казагра Финанс Каныш из Бастин, без согласования с управляющим холдингом Казагра комментировать деятельность Кафа не имеет права. А может, не хочет. Мы предложили прийти к нам на эфир с представителем, так сказать, старшего брата. Но ни из Басти, ни руководство Казагра в нашу студию не явились. Причины утаивания информации о приватизации компании нам неизвестны, но подобное поведение вызывает ещё больше вопросов и наталкивает на смутные сомнения. Зато достаточно вопросов и одновременно комментариев у депутата Мужелеса парламента Мурата Тимиржанова. Беседу с ним мы и предлагаем вашему вниманию. Приватизация почему такое, на мой взгляд, вызывает у населения именно резонанс, так скажем, потому что не все понимают вообще для чего это делается и что от этого выиграет в итоге гражданин. То есть тот непосредственно, кто, по идее, должен итоги, результаты какие-то данной приватизации потом увидеть. Мы, в свою очередь, тоже, как депутатский корпус, этот вопрос и задаём. Почему и задаём членам правительства. Для чего вы делаете это? Дело в том, что по многим позициям мы принципиально не согласны. Мы не понимаем, то есть у нас есть так называемая исполнительная власть, есть местные исполнительные органы, работают законы о той же местной исполнительной власти. А в настоящий момент происходит так, что они от своего функционала пытаются отказаться и прикрывается это с таким красивым словом, как приватизация. Это с одной стороны медали. С другой стороны медали, когда в список объектов приватизации попадают, допустим, медицинские учреждения, попросту больницы, поликлиники, нам это вообще непонятно. То есть на самом деле ведь здоровье наших граждан – это одно из самых важнейших целей, которые государство должно поддерживать. И ни в коем случае, на мой взгляд, не должно по аналогии стоматологических клиник передавать это в конкурентную среду. У них, я так понял, на сегодня ответ только один – это пополнение нацфонда. То есть это все основной, по их мнению, результат, который они достигнут после данной приватизации. Очень спорное утверждение, на самом деле. Особенно если, вот мои коллеги делали и депутатские запросы соответствующие, и вот на проведенном правительственном части поднимали эти вопросы. То есть мои коллеги задавали вопросы элементарные. То есть государство вложило уже гораздо больше в эти объекты, в разы, чем они потом на самом деле передаются по приватизации, ну или попросту продаются. Это если в общем, как бы сказать. У простого человека это, безусловно, я думаю, будет вызывать, к сожалению, как вы сказали, негативные чувства, потому что в большинстве массе они все были участниками приватизации первой, и в итоге никто ни с чем и остался. То есть никто в итоге не стал акционером какой-то крупной национальной компании или участником какого-то холдинга крупного. Я вот, честно говоря, таких людей не встречал еще, кто был бы там собственником чего-то, так скажем, по итогам приватизации. И уже даже то, что сейчас проходит, мы видим, то есть здесь и механизм другой. То есть здесь просто продается, меняется собственник, и граждане там никаким образом не участвуют в этом процессе. И мне, как члену комитета именно по аграрным вопросам, безусловно, это очень меня беспокоит и тревожит этот вопрос. Что касается приватизации именно объектов, которые входят в холдинг Казагра, они реализуют, выставили точнее на приватизацию три компании. Одна из них Казагра Финанс. Почему нас беспокоит именно Казагра Финанс? Ну, как бы немножко вы неправильно проинформированы, то есть в самой же структуре Казагра есть и другие структурные подразделения, которые занимаются финансированием на селе. Это и фонд финансовой поддержки есть, это и аграрно-кредитная корпорация есть, это и Казагра Финанс. Здесь просто вопрос в том, что у них у каждой свой уклон и своя целевая аудитория. То есть у фонда это мелкие крестьянские фермерские хозяйства, у аграрно-кредитной корпорации это кредитные товарищества, к примеру, банки второго уровня, то есть они через них работают с клиентами, или напрямую уже юридические лица. У Казагра Финанс была своя специфика, то есть она заключалась в том, что, как вы сказали, они занимались лизингом сельскохозяйственной техники и живых активов, так называемых, ну тот же крупнорогатый скот, допустим, который тоже можно было в лизинг через них получить. На самом деле, я до прихода в парламент, я был предпринимателем, который пользовался услугами, в том числе и данного холдинга, Казагра, в том числе и Казагра Финанса. И когда я сюда пришел, одно из первых, чем я занялся, я начал критиковать работу Казагра Финанса, потому что она не устраивает на рынке в первую очередь конечного пользователя. Вопросы появлялись, они были на поверхности. Казалось бы, почему, если Казагра Финанс, он опять же на рынке сегодня не один, сегодня семь компаний, которые занимаются лизингом сельскохозяйственной техники, кроме Казагра Финанса еще шесть. Но, учитывая, что он самый большой, и, как вы сказали, 70% рынка занимал и занимает сегодня, парадоксальные ситуации возникали. То есть, он продавал технику дороже, чем можно было купить технику напрямую на заводе. Но, пользуясь преференциями и льготами от государства, субсидированиями и так далее, процентной ставки и остальных вещей, у него как бы получалась цена немного дешевле. Хотя она еще дешевле должна была быть априори. И ряд других вопросов. Там, к примеру, сельскохозяйственная техника, которую они реализовывали, должна была быть именно того года, текущего года выпуска. Хотя, для, как сельхозник, допустим, любой меня поймет, если, допустим, это почвообрабатывающее орудие, и оно в масле лежало там, год, два, три, ему ничего абсолютно не будет. То есть, там таких ограничений, как у легкового автомобиля, не может быть. это все тот же новый почвообрабатывающий агрегат. Просто его в этом году собрали, допустим. Вот такие были казусы. И с этими вещами мы сразу начали штурмовать, так называть, как сказать, высказывать свою критику в адрес данной организации. Вместе с тем, или плюс к этому, опять же, как предприниматель, да, я тоже за то, чтобы у нас было больше саморегулируемых организаций, да, Казахстан сегодня очень трепетно относятся к рейтингу дом-бизнес, да, то есть, чтобы было больше таких компаний, больше было передано, как бы, в конкурентную среду, но я считаю, что всему свое время. Почему мотивация была передачей Казахра Финанса на приватизацию? Основной мотив, как нам его озвучили в письменном виде, причем, это было то, что данная компания выполнила свою миссию на рынке. Я, честно говоря, когда это прочитал, я некий шок испытал. Почему? Да потому, что сегодня обновление машин тракторного парка при всех усилиях того же Казахра Финанса и ряда других компаний, занимающих лизинге сельскохозяйственной техники, плюс кто техник, которую самостоятельно без этих данных компаний напрямую приобретает сельхозтоваропроизводители, сегодня не дотягивает до 3% в год. Понимаете? Такими темпами у нас скоро весь парк просто перестанет существовать. Он просто износится. 3% в год. У нас хотя бы до 20% должно обновление в год сельскохозяйственной техники проходить. Поэтому я считаю ни о каком выполненной миссии данной компании сейчас говорить категорически нельзя. Это один блок. Почему я с коллегами на правительственном части из моих уст именно прозвучал данный вопрос руководителю Казахра и здесь вопрос уже даже я в другой плоскости задавал. Я задавал вопрос дело в том что в данной компании сегодня в залоговой массе кроме основных средств живых активов находится земля и немало ее то есть миллион двести пятьдесят тысяч гектар и чисто теоретически если так случится что данную компанию по данной приватизации приобретет иностранный инвестор то автоматически он будет иметь права распоряжаться в том числе всем залоговым имуществом а значит и данной землей что сегодня законодательно противоречит понимаете сегодня в стране мораторий на компании с иностранным участием вы все знаете последние события последних как бы лет поэтому я свои опасения не высказываю по этому поводу а как это будет ведь вы все понимаете что бизнес любой бизнес это риск любой абсолютно бизнес а тем более бизнес связан с сельским хозяйством потому что при всех факторах которые человек может предусмотреть он никогда не может защитить себя от природных катаклизмов а в сельском хозяйстве к сожалению повышение понижение температуры осадки их много мало состав там почвы очень много факторов которые могут повлиять на то чтобы конечный результат к сожалению не получился и это было и раньше и сегодня это будет и завтра это будет что я считаю что среди вот этих компаний действующих сегодня работающих сегодня Казаграфинансов найдется и ни одна компания к сожалению которая не сможет отвечать по своим обязательствам и соответственно у нового хозяина возникнут вот эти правоотношения где он должен будет что-то делать с этой залоговой массой в том числе землей еще раз вас акцентирую что сегодня категорически противоречит мораторию которую наложил глава государства дело в том что в мае прошлого года уже я вместе со своими коллегами а это кроме меня еще 25 депутатов это практически четверть всего мажолиса мы соответствующий депутатский запрос на имя премьер-министра направляли именно пока аграфинансу к сожалению ответ нас не удовлетворил на наш вопрос то есть ответ состоял из двух условно говоря ответов первая часть того что как я сказал он свою миссию выполнил и второе что надо нам пополнять как бы нацфонд я считаю что таким способом нацфонд мы не пополним а он свою миссию точно не выполнил понимаете дело в том что казаграфинанс и вот эти 1250 гектар земли это же несколько тысяч сельхозтоваропроизводителей а значит их семей а значит селян которые в какой-то момент могут просто остаться один на один уже не государственной квази государственной компанией а с частной компанией а частная компания она ведь когда будет вкладывать деньги она соответственно будет стремиться не только эти деньги вернуть но и как бы прибыль получить я думаю что и боюсь к сожалению вот в плане у них написано приватизации что они соглашениями отрегулируют вот как вы в начале нашего диалога говорили да определенные как бы вещи которые не должны измениться но ведь бумага стерпит все я считаю так а на первоначальном этапе они могут пообещать а что помешает им в будущем изменить условия текущих договоров или потребовать досрочного погашения что невозможно допустим да будет выполнить и все мы ко всему прочему получим еще социальную напряженность это очень большой вопрос на самом деле я могу очень много говорить очень много дискутировать спорить я сегодня когда мы задали этот вопрос вот в понедельник на правительственном часе ответ который я получил тоже мне не устроил который там был дан ответ и я планирую повторно депутатский запрос на имя премьер-министра подготовить по данной тематике быть еще более убедительным в своем депутатском запросе быть более аргументированным в своем депутатском запросе и все-таки постараться убедить правительство на данном этапе данную компанию исключить из плана приватизации и на сегодня у нас все спасибо что были с нами увидимся через неделю в этой же студии до свидания удачи вашему бизнесу субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...